добрый день дорогие друзья спасибо что заглянули ко мне на канал сегодня хочу с вами обсудить такую тему о том как общаться с заказчиками ведь именно от этого все и зависит закажет он у вас торт или все-таки у кого-то другого первое с чего стоит начать это определить будете вы принимать заказы по звонку по телефону или же в переписке и это лучше указать вас в профиле большинстве случаев нам обычно бывает более удобно принимать заказы в переписке в сообщениях нежели по звонку по телефону и даже если это у вас указано в профиле у вас на страничке то что вы заказы принимаете только в сообщениях некоторые клиенты все-таки будут вам звонить потому что им так удобнее им больше нравится разговаривать в любом случае эти правила а точнее даже требования и там и там практически одинаковые тут наверное самое важное постараться писать да и разговаривать грамотно без ошибок вежливо а если это переписка то постараться ставить поменьше восклицательных знаков потому что от этого у человека может создаться впечатление что вы повышаете на него голос и теперь вернемся еще к вопросу о том как же лучше все-таки принимать заказы по телефону или же все таки в сообщениях переписки для меня вам наиболее удобен второй вариант потому что так всегда есть возможность вернуться к нужному мне моменту переписки уточнить какие-то детали не ничего не переспрашивая и там сразу все видно где был разговор про начинку где был разговор про дизайн торта и также в сообщениях у вас всегда будет доказательство что клиент у вас просил именно это а в разговоре по телефону вы уже этого не докажете и также в разговоре некоторые детали вы можете просто упустить не придать им значения а например для заказчика наоборот это очень важно и если вы принимали заказ по телефону то тут уже вряд ли что-то докажете но только если у вас не ведется запись телефонных разговоров а у меня она кстати ведется так что я все-таки смогу что-то доказать при же переписке старайтесь формулировать свои мысли конкретно и понятно и если сообщение очень длинная и там много информации то можно разделить его на абзацы чтобы клиент не запутался где о чем идет речь также еще постарайтесь не писать заказчику ночью так вы показываете свое отношение к человеку хотя конечно сами заказчики бывает зачастую пишут ночью оформляет заказ на утро думать что все можно успеть сделать но к сожалению нет ночью можно написать своим близким друзьям но никак не заказчику только если в самых крайних случаях как в разговоре так и в сообщениях следите за отношением к себе не позволяйте никаких оскорблений как в свой адрес так и в адрес заказчика гораздо же легче на начальном этапе отказаться от заказа чем принять его и и слепать себе все нервы и конечно в конце каждой переписки обязательно пропишите все требования заказчика и попросите его их подтвердить так в большинстве случаев иногда выясняется то что заказчик в начале переписки перепутал дату на самом деле нужно на день другой или же может вы какую-то деталь забыли и так всегда можно будет вернуться конкретно этому сообщению и прочитать сразу разом все требования заказчика будьте всегда вежливы и это к вам обязательно вернется пишите в комментариях какой способов приема заказов для вас более удобен по телефону или же в переписке в сообщениях было бы интересно собрать такую небольшую статистику у меня сегодня на этом все надеюсь это видео было полезным для вас также подписывайтесь на канал мне это будет очень приятно всем пока и до скорых встреч а